Что сейчас происходит в регионе, об этом расскажет канал ПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. Сегодня в каждой стране мира отмечается Международный день донора крови. Слово «донор» происходит от латинского «donare» – «дарить». Взрослый человек безопасности для своей жизни может отдать как донор около литра крови. На станции переливания норма – 400 миллилитров. Архангельская служба сегодня по традиции принимала всех, кто желает сдать кровь. Для доноров были подготовлены памятные подарки и сувениры. Добавлю, что каждый год донорами становится около 15 тысяч человек. В Архангельской области их сегодня более 10 тысяч. Большинство имеет звание почетного донора. Сегодня вечером будет закрыт на несколько часов для проезда Краснофлотский мост. По информации регионального Минтранса, с 22 часов будет произведен неплановый подъем центрального пролета Краснофлотского моста. Мера вынужденная – необходимо пропустить морские суда с грузового района Бакарицы. Возобновить движение по Краснофлотскому мосту планируется в полночь. Сегодня в Архангельске собрались представители законодательных собраний всех регионов нашего федерального округа. Они принимают участие в 52-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России. На повестке дня более 30 вопросов, в том числе и законопроекты. Так, одна из законодательных инициатив, предложенных местными парламентариями, касается электронных систем доставки никотина. Суть предложения, в общем-то, в том, чтобы приравнять эти вейпы, эти электронные сигареты, электронные системы доставки никотина к обычным сигаретам в части их рекламирования, в части их распространения, и точнее не распространения среди несовершеннолетних наших жителей. По завершении конференции все поддержанные ассоциации обращений и законодательные инициативы будут направлены в Госдуму и правительство страны. Сохранение доп. образования и подготовка к отопительному сезону, эти темы стали основными на Координационном совете глав, который прошел в Котласе под председательством губернатора Игоря Орлова. В совещании приняли участие также члены правительства, Совета Федерации, депутаты областного собрания и Государственные думы. Материал Елена Кермич. Жесткие условия диктует сама жизнь. Еще в 2013 году в регионе работало около 70 учреждений доп. образования. Сейчас их осталось всего 47. Особенно остро проблема стоит в Красноборском, Лешиконском, Плесецком, Устьянском и Холмогорском районах. Руководители этих территорий должны обратиться за опытом к более успешным в этом плане соседям. В нашем регионе есть муниципалитеты, которые сохранили всю сеть организаций дополнительного образования. Это города Хангельс, Северодвинск, Новодвинск, Мирный, а также Виноградовский, Пиргопольский, Коморский, Ленский, Приморский район. Главный аргумент глав в пользу сокращения доп. образования – недостаточное финансирование. Но даже при таких реалиях есть положительные примеры. Например, Велеготский район плотно сотрудничает с областным правительством по разным целевым программам, привлекая средства на улучшение материально-технической базы, ремонт учреждений, строительство спорт-объектов. За четыре года было привлечено более 6 миллионов областных средств, местный бюджет 1,3 миллиона. За счет этого появилось пять новых спортивных объектов. Сегодня развитие доп. образования является одной из значимых сфер в общей федеральной и региональной образовательной повестке. Принята соответствующая дорожная карта, разработан межведомственный план мероприятий. Творческие и спортивные увлечения детей должны стать лучшей профилактикой вредных привычек и правонарушений. Целый проект федеральный делал по этому направлению. И выводы наши решения в том, что это еще по уголовному образованию системы управления, автоматизация, цифровизация этих направлений, влечения технологий. Очередной отопительный сезон – еще одна тема Совета глав. Это важное и затратное направление. В прошлом году подготовка к нему обошлась более чем в 3 миллиарда рублей. Средства необходимы на подготовку почти 700 котельных, капитальный ремонт и замену тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей. Также одним из источников финансирования сегодня мероприятий по подготовке к отопительному периоду являются средства субсидий, так называемые отельки, на возмещение недополученных доходов ресурсоснажающие организации. В 2016 году из областного бюджета на указанной целью было направлено 3,1 миллиарда рублей. В период по мае 2017 года на выплату субсидий направлено 2,2 миллиарда рублей. Около миллиарда рублей областной бюджет потратил на закупку топлива – 43 миллиона на формирование аварийного запаса ресурсов, 89 миллионов на строительство объектов ЖКХ в Устьянском, Вельском, Холмогорском районах, Архангельске и Мирном. Но, несмотря на внушительные суммы, перебои с теплоснабжением все-таки были. Их ощутили на себе жители Сальвичегодска, Няндамы и поселка Савинское Плесецкого района. Для руководителей территории это не прошло незамеченным. Поэтому всем главам необходимо делать выводы и не допускать сбоев. Это сейчас в регионе мы продолжаем. В Няндаме отремонтируют никогда главную площадь в городе. Когда-то именно здесь, на Советской, находился центр Няндамы. Здание райисполкома, поликлиника, больница. Теперь эту часть города называют старым районом. До конца года Советскую площадь обновят. Уложат новый асфальт, поставят ограждение, чтобы ограничить автомобильное движение. Установят скамейки для отдыхающих. Мы уже второй год здесь строим горку. Ставим центральную елку для этой части города. В этом году залили каток. Поэтому в планах облагородить этот участок и чтобы оно было достопримечательностью города Няндамы. Ремонт площади исторического центра станет продолжением масштабных работ по обновлению внешнего облика Няндамы. Так, в прошлом году была отремонтирована еще одна площадь Ленина. Там, помимо новой брусчатки, появилась отдельная зона отдыха и место для езды на скейтбордах и роликовых коньках. А сейчас в Каргополь. Там идет возведение первого городского дома культуры. На его строительстве сегодня трудятся две дюжины рабочих. По плану правительства области уже в декабре двери центра культурного развития откроются для посетителей. Из Каргополя Ирина Ившина. О доме культуры в Каргополе мечтали давно. Без приличного зала жалуются каргопольцы. Ни иногородних артистов не пригласить, ни фестиваль организовать. По плану на месте бывшего хоккейного корта уже к концу года появится современное здание. Со студиями вокала и звукозаписи, хореографическим залом и даже душевыми кабинами. В Каргополе нет своего дома культуры. Поэтому в первую очередь это объект для того, чтобы работники культуры, чтобы творческие коллективы имели возможность реализовать свои потенциальные возможности. В нормальных, хороших, комфортных условиях, которые предъявляются в данном случае. Во-вторых, это кинозал, который сегодня в Каргополе отсутствует. Подобные центры культурного развития появятся еще в 49 малых городах России. Треть денег здесь федеральные. От Архангельской области в программе участвует только Каргополь. Не обошлось без неожиданностей. Прямо под стройкой протекают подземные реки. Поэтому планы строителям пришлось корректировать. Были определенные сложности у подрядной организации в связи с сложностями грунтами. Некое отставание от графика было, но сейчас мы входим в график. В конце текущего года предполагаем обеспечить строительную готовность уже объекта. На данный момент времени выполнены работы по устройству фундаментов полностью. Сейчас идет монтаж колонн на подпорных стенах и баллы. В конце этого года, обещают строители, первый этаж здания уже будет открыт для посетителей. А в мае следующего завершится отделка второго этажа. И долгожданный Каргопольский дом культуры заработает в полную силу. Ирина Евшина, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение, Каргополь. Продолжит выпуск печальная новость. Не стало ветерана Краснознаменного Северного флота, а ветерана Великой Отечественной войны Рафаила Куркова. Более полувека своей жизни он посвятил морскому делу, пройдя путь от рядового матроса до капитана. Рафаил Курков участвовал в строительстве объектов беломорской флотилии Северного флота. В годы войны служил на маломерных судах, которые сопровождали знаменитые арктические конвои. Кавалер Ордена Отечественной войны второй степени и медали за оборону советского Заполярья Рафаил Курков ушел от нас на 92-м году жизни. Прощание с нашим земляком состоится в пятницу, 16 июня, в 10 утра в здании морга городской больницы имени Симашко. Похоронят Рафаила Куркова на кладбище Южная Маймакса. Два новых издания с уникальным историческим содержанием пополнили Золотой фонд литературы об истории края. Презентация книг состоялась в Ломоносовском фонде. Подробности у Вадима Федосеева. Арктический проект Ломоносова – уникальное издание. В нем несколько работ великого русского ученого, посвященных поискам Северного морского пути. Основой для создания книги стала рукопись 18 века о плавании эскадры адмирала Василия Чичагова по арктическим морям в поисках прохода к Чукутскому мысу и Гренландии. Автор исследований – Михаил Васильевич Ломоносов. Наш гениальный земляк был уверен, Россия должна осваивать Арктику, и Архангельская земля в этом деле может сыграть решающую роль. Поскольку сегодня эти задачи чрезвычайно актуальны, именно освоение Арктики, восстановление и развитие Северного морского пути, вот поэтому появилась идея переиздать те работы Ломоносова, которые были написаны чуть менее 300 лет назад. Тираж издания – тысяча экземпляров. Эта книга, безусловно, понравится тем, кто интересуется историей страны и родного края, уверены специалисты. Хотя простой в прочтении ее не назовешь. Водная часть, она, безусловно, нацелена на любого человека, который интересуется историей края, историей полярных исследователей. Сами документы, ну, они, естественно, извините, это 18 век, конечно, они, может быть, читаются достаточно тяжело. Другая звезда презентации – Архангельская областная летопись. Это история Архангельского севера за тысячу лет, начиная с событий середины 9 века. Впервые книга увидела свет в 2014 году. К юбилею области издание будет переиздано. Мы ее доведем до последних событий, до 2017-го, по крайней мере, до лета, да, и отразим, что будет праздноваться юбилей области. И с этим связано именно переиздание. Оба издания подготовили архангельские историки, архивисты и представители фонда сохранения исторического наследия «Император». Реализовать проекты помогли крупные предприятия лесопромышленного комплекса Архангельской области, группа компаний «Титан» и «Архангельский ЦБК». Мы, как купечество, если говорить старым языком, должны помогать в поддержке и наших исторических обществ, и, конечно же, в том, чтобы правда, историческая правда, которая лежит на сегодня в архивах, и которая пока что не появилась на свет, она именно появилась на свет и стала достоянием общественности. Сегодня мы с большим удовольствием подарили, передали организациям и учреждениям города Архангельска и Архангельской области экземпляры этого издания для последующей научно-познавательской работы, поэтому для нас это очень важно. Книги уже сейчас можно назвать библиографической редкостью, пока прочитать их можно лишь в библиотеке имени Добролюбова. Вадим Федосеев, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. Почитать и узнать много интересного о нашем крае можно и в глянцевом журнале «Территория развития». Уже началась подготовка третьего номера издания. Первый вышел в свет аккурат к Международному арктическому форуму в Архангельске. Второй – к Петербургскому экономическому форуму. Это издание «Имиджевое». Оно представляет экономику и власть Архангельской области потенциальным инвесторам. Но, как видим, красивые фотографии, информационная наполненность, инфографика привлекали внимание не только представителей иловых кругов, но и журналистов, которых на форуме в Санкт-Петербурге было около 4 тысяч человек. Следующий номер журнала у нас будет посвящен итогам 2017 года. Я думаю, что он будет очень достойный. И мы подсветим все вопросы, касающиеся и промышленного потенциала региона, и инвестиционной политики, инвестиционного климата. И расскажем о деятельности крупнейших предприятий, государственных структур, а также обо всем, что может быть интересно для внешнего читателя, для посетителей вот таких больших площадок и для жителей нашего региона. Итоги дня подведем в 19.20 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь и жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова